Я сегодня хочу сказать про классификацию поверхности без экрана. Например, это самый обычный бублик. Бублик. Ну, есть поверхности и более простые. Можно шар. Только шар – это не поверхность. Сфера. Сфера. Сфера – пример поверхности. Что-нибудь еще понятное? Чашка. Не чашка сама, а поверхность чашки. Да. Отлично. Поверхность стакана – это… Это то же самое, что поверхность шара, сферы. То же самое, что сфера. Да. Между прочим, когда стеклодув делает стакан, то ведь он действительно выдувает его. Что такое стакан? Это надо взять сферу и выжать пальчик. Да, согласен. Так, а если чашка с ручкой, то? Тор. То это то же самое, что тор. Да. Чашка с ручкой – то же самое, что тор. То есть, когда вы приклеиваете… Кстати, в этой науке прямо так и говорят. Приклеим ручку. Это значит, нужно в поверхности вырезать два маленьких кружочка и приклеить цилиндр. Так. Понятно? Так получается чашка. Надо сначала сделать стакан без ручки, а потом приклеить еще ручку. Ручка получается вырезанием двух маленьких кружочков и приклеиванием цилиндра. Склеить две поверхности. Нет, нет, нет. Давай еще примеры из жизни. Есть на самом деле примеры поверхности из жизни. Есть розетка. Смотрите, у меня удлинитель, я просто сейчас взгляд упал на него. Как устроен удлинитель? Там есть много дырочек. Такие четыре штуки. Вы поняли, о чем идет разговор. О поверхностях. Что такое бескрая? Бескрая. Ну, давайте объяснимся. Я вам не мешаю. Да, пример поверхности, у которой есть край. Просто тетрадный лист. Тетрадный лист, вот это отлично. Вот, тетрадный лист – это поверхность, у которой есть край. Заметьте, край тетрадного листа – это фактически окружность. Так. Согласны? Ну, ее можно мягко продеформировать, непрерывно продеформировать в окружность. Отлично. Еще пример поверхности, которую каждый легко может себе представить. Второй четвертый лист. Ну, это та же самая. Что такое свитер? Это поверхность. Смотрите, в его свитере есть дырка для головы, для рук, ну, и для живота. Согласны? Да. Сколько компонент края у свитера? Вот, что такое свитер. Получается, раз, два, три, четыре. Коля, ты нарисовал в комбинезон. То есть, в глубоком детстве он, конечно, да, был в комбинезоне, и тогда было пять компонентов. Вот. А сейчас в свитере. Да, свитер – это четыре компоненты. Вот, что такое свитер. Слушайте, а правда? Давайте подумаем. На самом деле, ребят, можно чуть-чуть сместить. И знаете, что тогда будет? Что? Нет, можно еще дальше сместить. Ребята, штаны – это сфера, из которой вырезано три круга. Согласны? Или не согласны? Топологически штаны – это сфера без трех кругов. Так, хорошо. Давайте еще что-нибудь попытаемся придумать. Пиджак. Скажите, пожалуйста, что такое пиджак? Пиджак. Сколько компонент края у пиджака? Три. Три. Замечательно. Слушайте, а у штанов сколько было? Три. Вообще-то у штанов было тоже три. Мы доказали первую сегодняшнюю топологическую теорему. Штаны и пиджак – это одно и то же. Что? Совсем что? Как что? Нет, это не надо рисовать. Это же можно все продеформировать, Коля. Вообще-то пиджак – это действительно сфера с тремя вырезами в виде кругов. Согласны? Таким образом, пиджак и штаны с точки зрения тополога – это одно и то же. Замечательно. Я рассказывал вам на одном из занятий кружка пример поверхностей без края. Помните, у нас было такое занятие о геометриях в малом совпадающих плоскости? Было? Там была плоскость, был цилиндр. Было такое? Тор. Это Мебиус. Не только не Мебиус. 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 И был глина. Абсолютно верно. Так вот, господа, цилиндр на нашем сегодняшнем занятии разбираться не будет, потому что у нас то, что сейчас будет рассказывать Коля, это компактная поверхность. Ну, то есть, не строго говоря, это то, что состоит из нескольких кругов, как-то склеенных между собой, да? А вот бутылка клеена – годится. Лента Мебиуса вся бесконечная, о которой я говорил, не годится, именно потому что она бесконечная. А вот если взять прямоугольный лист бумаги и склеить противоположные края с переворотом, то тогда такая бутылка Мебиуса годится. У нее, между прочим, будет край, состоящий из одной окружности. Согласны? Как склеить из бумаги тор? Это, смотрите, надо сначала склеить цилиндр, а потом склеить вот так. Ну, из бумаги это сделать, не разрывая ее, невозможно, а вот из какой-нибудь такой резинки можно. Да, да. Поэтому тор на самом деле надо отрежести склеить вот эти стороны и эти стороны. Ребята, это принципиально важное обозначение для сегодняшнего рассказа. Когда он пишет какую-то букву, то палочка над ней означает, что ориентирована в другую сторону, если идти по часовой стрелке. Вот представьте себе движение, мы идем вдоль окружности. Тогда эти два отрезка ориентированы по-разному. Согласны? В таком случае он пишет над одним из них палочку. То же самое, вот эти вот стрелочки B, они, если вы идете вдоль границы, в одном случае вы пойдете вдоль, а в другом случае пойдете напротив стрелки. Да. Теперь, что значит склеить? Это очень важно. А то есть, смотрите, смотрите, когда я беру, из этой точки выпал кто? Например, Багилан. Взял одну? Вот эта точка то же самое, что эта точка. Но и зацепилось. Иногда говорят о таких мгновенных лифтах. Наверное, знаете, в некоторых зданиях бывают лифты. Правильно? В чем идея лифта? Вошел, нажал кнопочку, куда тебе нужно. Ну и сразу встал очень быстрый. И довольно быстро там оказалось. Правильно? А представьте себе, что лифт не просто быстрый, а мгновенный. В таком случае вы даже не будете обращать внимания на эту кабину, а будете просто представлять себе, что я вошел в эту точку, а продолжил движение в той. Понятно? И вот этих лифтов нужно бесконечно много. На телепорт. Ну да, великая мечта человечества, да, о телепортации. Важно понимать, сколько этих лифтов и где они расположены. В каждой точке границы квадрата есть лифт. Правильно? Да, поставим здесь некую точку. Нет, не надо здесь. Нужно объяснять, где лифты. Лифты не внутри. Вот лифты. Лифт соединяет две точки, расположенные на одном уровне. И мгновенно переносит. Точка С, точка С. Лифт эти точки мгновенно соединяет. Теперь смотрите, еще так же. В цепи связаны все эти четыре точки. Да. По вертикали позволяют перемещаться вертикальные лифты. Да, А штрих. Отлично, отлично. А два штриха и А три штриха. То есть на самом деле у нашей фигуры одна точка А. Ее изображают четыре вершины квадрата, но после склеивания это одна точка. Хорошо. Сторм понятно. Нарисуй, пожалуйста, для листа Мебиуса, как склеивается. Принципиально важная вещь. У листа Мебиуса, который рисует Коля, есть граница. А теперь смотрите, я написал стрелки, если тепло число стрелки в одно направление. А, А. Да. Поэтому происходит переворот. То есть здесь уже никакой палочки над буквой А нет. И, да, действительно, поговорим об ориентации. Это тоже очень важно нам сегодня. Ребята, представьте себе человечка, который идет потом. И который идет по ленте Мебиуса. Так, Коля, единственное, сейчас этого человечка действительно придется рисовать. Давайте мы его будем рисовать условно. А именно, мы будем рисовать у него нос, левую руку и правую руку. Прямо так и будем писать. Нос чуть-чуть впереди, левая и правая руки, соответственно, по бокам. И вот сейчас, только, пожалуйста, на новой картинке в центре, в горизонтале. Что произойдет, когда такой вот товарищ, единственное, он у тебя почему-то боком пошел. На самом деле, не страшно. Пусть он идет боком. Итак, левая, а, все-таки решил, что он идет, пойдет нос. Нет, вперед, нос. Нос. Отлично. Итак, пройдет там, не знаю, какое количество сантиметров. Опять пиши. Левая, правая и между ними нос. Отлично. Почти дошел. По-прежнему так. ЛНП. Заметьте, ЛНП это вращение по часовой стрелке. Да. Отлично. Теперь почти дошел. Вот надо нарисовать ситуацию, когда у него руки еще здесь, а нос уже проскочил. Да, да, да. Да. Левая, правая, а нос уже с той стороны. Отлично. И теперь как же он выйдет? Правая, левая, нос. Ребята, обратите внимание. У него сердце изменилось. Левая и правая рука поменялись. Из-за того, что были склеены А и А в ленте Мюрбюса. Если бы склейка происходила по другому принципу, как на Торе, то не поменялись бы. Значит, принцип простой. Мы поменять местами левую и правую руку можем в случае, если... Поверхность неориентированная. Нет, вот поменять местами можем, это и называется поверхность неориентированная. В случае, когда в диаграмме склейки есть две буквы АА или ББ или ЦЦ и так далее. Если же каждая буква входит вместе со своей палочкой... Ой, да, кстати, все понимаете, что склеивать, скажем, три отрезка, помеченные буквой А, бессмысленно. Почему? Потому что если будет ААА, это означает, что на поверхности у вас из какого-то отрезка будут торчать три листа. Правильно? А это уже более особая штука. Такие поверхности, конечно, тоже можно изучать, но сейчас мы на это не нацелены с вами. Каждая буква входит только два раза. Да. Там АА, возможно, там А с черточкой. Если ориентируемая поверхность, то каждая буква входит один раз сама, а другой раз с черточкой. Если же не ориентируемая, то обязательно есть какая-то буква, которая входит оба раза одинаково. То есть или АА, или А с черточкой, А с черточкой. Спасибо. Продолжение следует...